Мистицизм появился не на востоке. Мистицизм приходит изнутри. Прежде чем вы начнете что-то, что считается мистическим процессом, очень важно привести пять основных элементов внутри себя в сбалансированное состояние. В йогической науке они называются панча-буты или махататвы. Это тело, земля, по которой мы ходим и вся вселенная. Все это лишь игра пяти элементов. Человеческое тело на 72 процента состоит из воды, около 12 процентов занимает земля, 6 процентов воздух, 4 процента приходится на огонь, остальное это пространство или акаш. То, как эти пять элементов ведут в себя внутри вас, определяет практически все. Слово «бута» означает «элемент». «Буташудди» означает «стать свободным от примесей элементов» или «очистить элемент». Это означает «стать свободным от физической природы». Сейчас большинство людей находится под полным контролем физиологических и психологических процессов. То, что мы называем своей физиологией, это наше накопление. Наши психологические структуры и все их содержимое тоже накоплены нами в форме впечатлений. И за этими двумя вы полностью упускаете природу своего существа, то есть того, чем вы являетесь в экзистенциальном смысле. Если человек хочет получить доступ к тем измерениям, которые еще не известны ему на собственном опыте, который называют мистическими, первое, что следует сделать, это начать процесс очищения пяти элементов, чтобы в их чистоте и первозданном виде вы могли провести четкое различие между физическим, психологическим и экзистенциальным. На сегодняшний день существует достаточное количество доказательств тому, что вода обладает невероятной памятью. Все, что происходит вокруг резервуара с водой, определенным образом записывается в ее молекулах. Воду называют жидким компьютером. Из всех пяти элементов вода имеет наибольшее значение, потому что наше тело на 72 процента состоит из воды. Если мы позаботимся о том, какую воду мы потребляем, и речь идет не только о ее чистоте, отсутствии в ней бактерий и прочем, но о том, где и в каком сосуде мы ее храним, как мы с ней обращаемся, как ее касаемся, как мы к ней относимся. Потому что на сегодняшний день существует достаточное количество научных свидетельств, доказывающих, что мысль, эмоция, прикосновения, все это может изменить молекулярную структуру воды и невероятным образом повлиять на то, как она взаимодействует с вашим организмом. Необходимо понять, что мы имеем дело не с предметом потребления, мы имеем дело с материалом, из которого выстраивается жизнь. Вода — это жизнь. Просто сейчас она находится снаружи, так что имеет значение, как вы с ней обращаетесь перед тем, как она попадет в вашу систему. Воду лучше всего держать в металлическом сосуде, в идеале в медном сосуде или из сплава миди. И каждый день чистить этот сосуд органическим чистящим средством. Хранить воду нужно в таком месте, где она не будет соприкасаться с посторонними запахами и веществами, и вокруг емкости будет достаточно свободного места. Если вы просто возьмете этот сосуд и подержите его в руках с определенным чувством благодарности и почтительности, потому что вода — это строительный элемент для самой жизни, и только потом выпейте эту воду, вы увидите, что при таком обращении вода может сотворить чудеса с вашим организмом. Естественным следствием этого станет здоровье и гармония. Земля, по которой вы ходите, обладает определенным разумом и памятью. Поэтому даже если вы живете в бетонных джунглях, очень важно поддерживать связь с землей, на которой вы живете. Найдите подходящий вам способ поддерживать контакт с почвой, с землей, на которой вы живете, с этой частью поверхности. Если касаться земли голыми руками и ногами, особенно ладонями и стопами ног, каждый день, хотя бы на протяжении нескольких минут быть с ней в контакте, то произойдет определенная гармонизация физиологических процессов, просто от контакта с землей. Проводите хотя бы несколько минут в день в саду, соприкасаясь с деревьями или растениями, потому что они составляют основу вашей жизни. Любая жизнь, вы сами и любое другое существо вышли из этой земли. Поддерживайте с ней связь и привнесите гармонию в вашу систему. Несмотря на то, что элемент воздуха составляет всего 6% от элементарной структуры тела, это наиболее подвижная ее часть в плане различных взаимодействий, которые происходят каждую минуту. Всем понятна и известна важность того, каким воздухом вы дышите, но не меньшую значимость имеет то, как вы дышите и насколько осознанно вы это делаете. Особенно это касается тех, кто живет в больших городах, и скорее всего не имеет особого выбора относительно того, каким воздухом дышать. Так что будет хорошо уделить хотя бы несколько минут на прогулку в парке, вдоль берега реки, озера, других мест в зависимости от того, что вам доступно. Особенно следует уделить этому внимание тем, у кого есть дети. Очень важно хотя бы раз в месяц выезжать с ними на некоторое удаление от города, где достаточно чистая природа, и у них есть возможность забраться на небольшую гору, погулять в лесу или поплавать в реке. Что-то, что позволит быть в контакте с природой и дышать активно, динамично. И дело не только в аэробном упражнении. Постоянно происходит процесс обмена воздухом, внутри и снаружи, и разумность вашего тела сама позаботится об этом. Когда тело почувствует вокруг чистый, живой воздух, оно начнет дышать иначе. Вы сможете это заметить. Будет происходить взаимообмен, начнется внутреннее очищение системы, потому что дыхание, как таковое, занимает всего 1-2% при обмене с окружающей средой. Весь остальной обмен происходит многими другими способами. Так что, когда вас окружает чистый воздух, важно сделать свое дыхание динамичным с помощью определенной активности. Нет необходимости делать что-либо слишком интенсивное, просто чтобы вы какое-то время дышали чуть глубже, чем обычно. Особенно это важно для детей, потому что таким образом вы сможете укрепить тело и придать ему сил. Но если у вас нет возможности ходить куда-то каждый день, вы можете выполнять простую йогическую практику, называющуюся «надишудди», чтобы очистить свое дыхание. Огонь составляет 4% в общем составе элементов вашего тела. Какой огонь горит внутри вас? Огонь жадности? Ненависти? Негодования? Гнева? Похоти? Любви? Сочувствия? Если вы позаботитесь о том, какой огонь горит внутри вас, вам не нужно будет беспокоиться о физическом и психологическом благополучии. Вы станете ярким и уравновешенным человеком. Одна простая вещь, которую вы можете сделать, чтобы очистить огонь внутри себя – получать достаточное количество солнечного света каждый день. К счастью, солнечный свет невозможно загрязнить. И несмотря на то, что мы загрязнили все остальные элементы, солнечный свет остается чистым, и вы можете его использовать. Если вы хотите использовать огонь, то можно поджечь какое-либо органическое топливо, например, солому или дрова, не используя при этом масла, и постоять лицом к пламени с раскрытыми ладонями и открытыми глазами на протяжении трех минут. Затем повернуться спиной и постоять еще три минуты. Это очистит вашу ауру и принесет вам ощущение обновления организма. Это поможет разжечь и высоединить огонь внутри вас с огнем снаружи. Это основа всех восточных ритуалов, связанных с огнем. Если у вас нет возможности развести открытое пламя, вы можете использовать лампу с растительным маслом или маслом ги. Зажгите ее и сядьте рядом, сначала лицом к ней, а затем повернитесь спиной, чтобы элемент огня внутри вас разгорелся с новой силой. Пятое и наиболее способное к расширению часть в элементарном составе тела это акаш или эфирное пространство. Оно обладает определенной разумностью. То, как интеллект акаш ведет себя внутри вас, определяет природу вашей жизни. Природа, качество и интенсивность вашей жизни по сути определяется тем, насколько обширный доступ вы можете получить к этому интеллекту. Как я уже сказал, эта часть элементарного состава наиболее способна к расширению. Это значит, что у нее нет предела. В вашем теле есть ограниченное количество воды, воздуха, земли и огня, но измерение акаша – это безграничная возможность. Если вы найдете к нему неограниченный доступ, ваш интеллект и ваше восприятие смогут развиваться. Простой способ получить больший доступ к акашу или интеллекту акаша состоит в следующем. После восхода солнца, до того, как оно поднимется выше, чем на 30 градусов над землей, посмотрите на небо и поклонитесь акашу за то, что он удерживает вас и эту планету на своих местах. После того, как солнце взойдет выше, чем на 30 градусов, снова посмотрите вверх и поклонитесь еще раз. После заката, в течение 40 минут после заката, посмотрите вверх на небо и снова поклонитесь. Вы кланяйтесь не каким любовоображаемым богам. Вы только склоняетесь перед эфирным пространством вокруг вас, которое удерживает все, чем мы являемся на месте. И если акаш начнет содействовать вашим жизненным энергиям, ваша жизнь станет волшебной. Вам станет доступным интеллект, о котором вы даже не могли мечтать. Для человека важно иметь элемент благодати в своей жизни. Шамбови мудра – это процесс, похожий на распахивание окна, для того, чтобы человек стал восприимчив к благодати. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok